Всем привет! Сегодня я покажу, как ускорить видео в Adobe Premiere Pro. Вот у меня есть замедленное видео, и я хочу, например, его ускорить. В программе Adobe Premiere Pro существует несколько способов, как это можно сделать. Ну, начнем с самого простого. Нажимаем правой кнопкой мыши, Speed Duration. Здесь видим скорость 100%. Соответственно, меняем на больший показатель. 200 – это будет у нас в два раза быстрее. Соответственно, дальше можем увеличить. 400. В четыре раза от изначального быстрее. Ну и так далее. Можем вернуть назад. 100%. Но бывают случаи, когда у нас может быть на таймлайне несколько клипов. У нас какой-то там промежуток есть буквально, в который нам нужно впихнуть тот или иной клип. И, например, за счет ускорения мы можем сделать вот какую штуку. Например, у меня есть вот ровно вот это вот поле, в которое мне нужно впихнуть вот этот вот клип со скейтом. Я, например, не хочу его обрезать. Хочу, чтобы он целиком поместился. Но, например, здесь он у меня замедленный. Я могу его ускорить. Он как бы в естественном положении будет. Конечно, я могу вот здесь каким-то образом подгонять. Там 600 много. 300. Тоже много. Например, там 150. Это мало. Все такой ерундой заниматься, да? Но есть способ попроще. Вернем, как было. Я нажимаю кнопку R. Здесь на панели это Rate Stretch Tool. И просто вот так вот сдвигаю. Наш клип чудесным образом поместился в этот промежуток, ускорившись ровно на такое значение, чтобы сюда поместиться. Можем посмотреть по значению. Здесь у нас, видите, 235,96. То есть, ручками мы бы никогда в жизни не подобрали. А с помощью этого инструмента, ну, соответственно, можно и в обратную сторону подгонять. Если вдруг у нас здесь изменился промежуток, то таким простым элементарным способом можно подгонять клип. Есть еще одна фишка, которая работает со скоростью клипа. Когда нам нужно менять его динамику. Я хочу, чтобы он там быстрее был, медленней. А как это сделать? Конечно, нам ничего не мешает просто порезать клип на куски и какие-то куски, например, ускорить. Сделав там 300, например, да. Для наглядности сделаем 500. Смотрим. Медленно, медленно. В момент прыжка раз он ускорился. И опять замедлился в конце. Но это все костыли. Есть более простой способ. Вернее, не то, что более простой. Он скорее более гибкий. И более тонкий. Вернем скорость в 100% правой кнопкой мышки. Кликаем не где-нибудь, а вот на этот квадратик FX. И видим здесь Time Remaining. Далее Speed. У нас есть такая линия, полоска, при наведении на которую мы видим наш текущий показатель скорости. Мы можем ее делать выше. У нас скорость меняется ниже. Но в чем ее главная фишка? Чтобы менять плавно динамику движения, мы можем использовать здесь ключевые точки. Ключевые кадры, ключевую анимацию, как угодно. Как это выглядит? Я зажимаю Control. И на этой линии у нас появляется курсор. Немножко другой, уже с плюсиком. И левой кнопкой мыши я вкладываю. У нас появляются два таких ползунка, которые на самом деле обозначают границы, внутри которых будет происходить у нас ускорение или замедление. В общем, изменение скорости клипа. То есть, как это выглядит? Вот в данном случае, на примере этого скейта, с правой стороны у меня продолжение движения идет. Поэтому здесь я хочу сделать ускорение. Я просто поднимаю эту линию до, ну в данном случае до 400, то есть 4 раза я увеличу скорость и вижу, как здесь у нас, соответственно, увеличилась скорость. Что позволяет мне делать вот этот вот рычажок? Он отвечает за плавность изменения скорости на этом промежутке. То есть, я могу взять его за один из кончиков и вот так вот потянуть. Мы получаем такую S-образную линию. Это такой опциональный параметр, можете его настраивать как хотите. Тут каких-то прям правил нет. Эта S-образная линия дает нам плавность. Соответственно, в конце этого движения я также, например, хочу замедлить. Я снова нажимаю Ctrl, левую кнопку мыши, опять выбираю диапазон и возвращаю, например, на те же 100%. То есть, мы можем даже сместить эти точки, чтобы изменить время начала прыжка. Например, я замедление хочу здесь сделать. Сюда двину. В общем, здесь настраивать можно как угодно. Просто понимаю принцип работы этого инструмента. Подгоняйте параметры изменения скорости так, как вам нужно. Если это видео вам понравилось, оно было для вас полезным. Поддержите канал лайком и подпиской. Если есть какие-то вопросы, напишите их в комментариях. Всем пока. Спасибо за Lives Matter. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Благодарю вас! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...